сегодня создадим игру лабиринт для этого нам нужен новый файл размер проекта будет 480 на 480 и макет тоже такой же теперь нам нужен фону сначала сделаем вот что тут есть меню вид сделаем сетку чтобы было можно ровно выстроить наши стенки в лабиринте значит 16 на 16 здесь если щелкнуть то будет такая бумага в клеточку так скажем так теперь добавим фон сделаем так вот на замок закроем еще один слой добавим для самого лабиринта значит сейчас нам нужно будет вот этот вот объект тайлмап щелк теперь открыть вот у нас тут тайл сет есть как этим пользоваться здесь ну то есть у нас есть меню всех объектов а здесь тайлмап сейчас нарисуем я сильно не буду стараться каждый может нарисовать как кому нравится то есть берем из уголка рисуем в углу теперь нарисуем стенку вот этот угол стенка вот таким образом стены нарисовали теперь нам нужно нарисовать внутри перегородки так ну тут абсолютно любое все может быть никаких нету ограничений так сказать так любой любой абсолютно Главное, чтобы герой мог пройти через вот эти коридоры. Так, ну вот нарисовали вот тут. Уходи. Нет, надо стереть. Тут стерка. Ну вот. Тоже можно стереть. Так, теперь еще один слой добавим для игроков. Значит, у нас будет игрок, который должен ну что он будет должен делать? Пусть он должен найти кристалл волшебный. Значит, у нас есть вот человечек, который у нас тут будет бегать. Ну, раз он у нас на одном листе, вот так вот, то мы должны через окно анимации добавлять. Сосчитаем. Раз, два, три по горизонтали, раз, два, три, четыре по вертикали. Анимация по умолчанию. Три по горизонтали, четыре по вертикали. Так, значит, вот, анимация по умолчанию. Здесь скорость пять, повторять, надо зациклить, чтобы он у нас тут бегал. И сделаем вот что. У нас четыре направления, в которых человечек должен бегать. Направо, налево, вверх и вниз. Значит, мы сделаем так. Правой кнопкой щелкаем, дубликат, дубликат и дубликат. Теперь назовем, это будет вперед, назад, вправо, и влево. Ну вот, а теперь ненужные кадры удалим. То есть берем вперед, вперед у нас вот эти три. Остальные удаляем. Назад это последние три получились. Значит, удаляем. Видите, аккуратно, чтобы не стереть что-то нужное. Право, это у нас раз, два, три. Это влево, раз, два, три. И последние три. И влево, раз, два, три. Все остальные не нужны. Так, ну вот у нас человек. Ой. Он трубцает. Он у нас на какой-то слой попал. Переключим. Еще. Герой. Так, у нас он поменьше тут должен быть. Так, надеемся, пролезет везде. Так, кстати, нужно вот тут проверить, как у него есть. Вот на эту кнопочку нажмем и посмотрим, как он соприкасаться с другими будет персонажами. Если вот так не подходит, нужно сделать вот так. есть поликон shape, вот чтобы он был такой вот более касабельный и применить для всех анимаций. Так. Ну вот, проверим. Вроде все нормально. Так, дальше. Поведение ему сделаем пуля. Почему пуля? Потому что, ну, во-первых, он должен двигаться, но здесь другие виды не подойдут, потому что мы сделаем для вот этих стенок поведения соли твердые. Так. Хеверс соли. Так. Ну, теперь надо немножко написать программу. Значит, а, нам нужна клавиатура, чтобы управлять персонажем. добавим клавиатуру. Так. Значит, клавиатура. Если клавиша, ну, я буду делать стрелки, можно в SD делать, это уже по желанию. Стрелка вправо нажата. Значит, здесь нажимаю стрелку вправо. Что у нас должно произойти? во-первых, сразу хочу сказать, что когда у нас никакая стрелка не будет нажата, то скорость его будет нулю. Мы будем сбрасывать, чтобы он сам по себе не двигался. Поэтому сразу напишем, что здесь у него скорость скажем 100. теперь дальше. Если он идет направо, то поворачивается, то он должен повернуться на 0 градусов. так, теперь и анимация, чтобы он, сам герой повернулся у него, нам нужно выбрать анимацию направо. так, анимация, set animation, тут вот это можно стереть, еще раз поставить кавычки и выбрать направо. так, а теперь всю эту конструкцию скопируем, чтобы не писать одно и то же. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V и исправим. Теперь тут налево, налево у нас скорость такая же остается, поворот налево это у нас 180 градусов и анимация стираю кавычка left. Теперь дальше стрелка вверх нажата. Значит скорость остается вверх у нас 90 градусов или 270 270 анимацию включаем вверх так что-то я не помню как я назвала сейчас проверим так значит и стрелка вниз так скорость остается вниз у нас получается 90 и да наверное неправильно вот это будет у нас вперед а вот это назад так ну и как я уже сказала мы должны когда у нас никакая клавиша не нажата то скорость будет отключаться и анимация тоже будет отключаться клавиатура так вот то есть никакая клавиша не нажата значит игрок set speed to 0 скорости нет и анимация стоп ну вот сейчас проверим что у нас получилось с героем вот вот он у нас что-то унесся сейчас проверим что у нас тут так должны скорость тут сделать 0 дальше он у нас не должен переворачиваться когда ходит и отталкиваться от стен должен уметь так и вот анимация при инициализации ну какая ну какая попробуем так ну вот она у нас когда не нажимаю ходит вроде везде проходит так ну вот так теперь разберемся с остальными значит у нас там можно можно сделать какой сюжет то есть он должен собрать сколько-то монет да и ну тогда выиграл и запустить туда у нас есть тут привидение можно сделать просто что-то он должен найти тут кристалл ну это уже тут сценарий можно придумывать самостоятельно ну пусть он у нас должен собрать все деньги добавим значит коины так как это сделать то есть мы должны контрав нажать и вот так передвигать так 3 3 6 ну вот так теперь добавим приведение так значит оно у нас тут анимировано значит их вот три тут мы должны добавлять добавлять через окно анимации по горизонтали 1 по горизонтали 3 по вертикали 1 вот у нас проведение скорость пусть 5 остается тут должно повторяться все время и сделаем сделаем их тоже несколько пусть они у нас умеет проходить сквозь стены значит баховерс ему сделаем пуля скорость 50 так так и так проведение проведение пуля скорость 5 и тут чтобы он отталкивался от стен ну тут можно как то сделать чтобы он мешал монетки собирать так посмотрим что получилось так наверное медленно пусть там 10 скажем вот можно и так ну тут уже по желанию то есть кто как хочет так и делает значит чтобы одновременно у всех поменять скорость выбираем здесь вот на панельке объектов приведения сделать скорость можно кстати у каждого разную сделать так теперь дальше когда герой герой соприкасается с монеткой монетка дестрой так и когда герой соприкасается с проведением то герой дострой значит если ж он дострой значимок проиграли и тут мы добавим сейчас еще спрайт и спрайт проигрыша и спрайт победы так значит в начале они невидимы тут тоже так а теперь когда у нас значит герой достроил нас set visible а нет не тот set visible и когда мы соберем все монетки значит мы выиграли получается так когда количество коим количество равен нулю то тогда мы значит но мы должны все равно отключить его поэтому тоже мы напишем для строй тут можно добавить что система ждет 3 секунды и возобновляется уровень так посмотрим что у нас получилось так монетки мы собираем о по значит приведение нас съела что снова что там не отойдет что там не отойдет наверное да как расположить не так как я надеюсь у всех получится лучше чем у меня на этом стоп спасибо 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 спасибо